Всем привет! Вот мы и добрались до третьего этапа весенней серии гонок. В этот раз маршрут проходит по рельефу со смешанным типом, то есть есть горки, спуски и равнинные участки. К тому же данный этап позволит сформировать промежуточный итоговый общий зачет по трем этапам. Как говорил ранее в предыдущих видео, что для общего зачета нужно обязательно принять участие в трех разных видах гонок. В разделке, в горной гонке и в гонке со смешанным рельефом. Если же вы пропустили какую-либо из гонок, то после третьего этапа будет еще три гонки, где появится возможность закрыть недостающую вакансию или улучшить свой предыдущий результат и тем самым изменить свою итоговую сумму очков по трем разным этапам. Теперь переходим к самой гонке. За день до старта в телеграмме народ проводит акцию устрашения своих конкурентов, озвучивая свои возможные ваты в предстоящей гонке. Так как сложности с набиванием цифр на клавиатуре ни у кого не возникает, то порой фигурируют такие цифры мощности, что в пору позавидовать профессионалам. Но в этот раз на удивление в телеграмме все было тихо и спокойно. И когда казалось, что ничего интересного уже не произойдет, тут зашел добрый Павел и объявил, что он завтра будет делать всем больно. Через какое-то время Павлу показалось этого мало и он добавил, что будет не просто больно, а очень больно. Приняв информацию к сведению, я пошел спать. Несмотря на акцию устрашения от Павла, спал хорошо. Кошмаров не снилось. Проснувшись утром, первым делом оформил инвайт на гонку и стал готовиться к старту. Все шло в штатном режиме. Но в этот раз не было задора и огня. Организм хоть и делал все на автомате, но без видимого желания. Все-таки два предыдущих этапа, где выложился по полной, давали о себе знать. И вот стартанули. Как и всегда, постарался побыстрее перебраться в голову группы, чтобы не тратить силы на добор лидеров. Кстати, в этот раз мне повезло больше. Я был среди тех счастливчиков, кто оказался в первых рядах стартующих. Команды GOGO на экране монитора ПК у меня так и не высветилось. И я догадался, что гонка началась, когда мимо меня пролетел Павел. Правильно, тот самый, который обещал накануне, сделал тему очень больно. Несмотря на то, что я вовремя среагировал на ускорение группы, но почему-то решил быть замыкающим. И как итог, когда пошла первая атака в гору, то группа стала рваться, и пришлось в срочном порядке перекладываться от одной отпавшей группы к другой. В итоге потратился, но переложиться в головную группу сумел. Горок было много, а спусков и равнины между ними было мало, для нормального восстановления. Но вроде как-то удавалось выдавать свои 400 ватт и держаться со всеми лидерами. И все-таки я чувствовал, что как-то сегодня не так вкручивается. По ходу педалирования, время от времени посматривал на схему маршрута, чтобы понимать, когда следующая горка и когда она заканчивается. Но в один прекрасный момент схема меня подвела. По моим цифрам, горка должна была уже закончиться, а подъем все продолжался и продолжался. В итоге, не понимая, сколько этому подъему еще продолжаться, позволил себе послабление и отпустил хвост группы. О чем потом немного пожалел, когда узнал, что до вершины оставалось всего 300 метров. Но в тот момент уже шел на надрыве и не факт, что эта информация мне смогла бы помочь. На спуске еще тешил себя надеждой, что смогу добрать, но когда понял, чего мне это будет стоить, то бросил эту затею. К тому же после спуска ожидала еще одна гора. И даже если бы и добрал бы, то в горку уже не потянул бы. Оставшись один, решил, что правильней при моем сегодняшнем состоянии будет дождаться тех, кто позади меня. Хотя при других обстоятельствах и при наличии форы в 25 секунд, поехал бы разделку и попытался бы не дать себя догнать. Первым меня добрал Виталий Некрашевич, а потом это сделал и Александр Купер. Сил у меня не было, и потому тактика у меня была одна – отсидеться на колесе, а в концовке что-то изобразить. За два с половиной километра до финиша Александр Купер отъехал от нас с Виталием. Но закрывать отрыв никто из нас не поехал. И я, и он, как мне кажется, ждали последней горы, где и надеялись выдать все, что у нас осталось. В какой-то момент даже показалось, что Александр удержит свои 10 секунд преимущества. Но два профессора дождались горы и начали сокращать свое отставание. И чем ближе был финиш, чем ближе и ближе был Александр. Когда Виталий за 300 метров спринтанул, то я его отпустил, так как по ошибке следил не за обратным отсчетом дистанции, а за обратным отсчетом восхождения в гору. И по этой информации надо было еще взбираться в гору 650 метров. И только, когда на горизонте замаячил синий финишный створ, я осознал свою ошибку. Единственное, что мне удалось – это на последних 50 метрах обойти Александра Купера. И то только потому, что Александра отвлек объезжающий Виталий. И он не обратил внимания, что я у него за спиной. А что же, Павел спросите вы? Тот, что обещал сделать очень больно. Да, Галафеев финиширует первым, посмотрите, за ним только Паша Ирыгин и Миша Уткин. Ничего себе вот это разборки. Павел сказал, Павел сдержал слово. Он бился как Тигр. И ему совсем немного не хватило до первого места. А победил Андрей Галафеев из Питера. Такой же сильный гонец, как и наш Павел. Вот такие вот дела. С более подробной информацией по заезду, как обычно, можно будет ознакомиться по ссылке на страву под видео. На этом у меня все. Всем удачи и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»!